Я выступала в музее, там видели, я выступала в музее, в день. А можете нам представиться, как вас зовут? Кинаева Мария Кузьминечина. Ну вот, видели, что это у меня тут. А скажите, пожалуйста, а в каком году вы родились? 21-го числа, 21-й год, 15 декабря, город Самара. Город Самара, да? Да, училась в городе Пензе. А вот фронт, на котором вы были, как он назывался? Забайкальский военный округ. Забайкальский фронт. Фронт, да? А в каком году вы попали на войну? В каком году вы на войну? 41-й начало войны. Первый день войны. И до конца были, да? Не до конца. Не до конца, до какого года? До 44-го я родила Володика. Сына замуж вышла. А вот соединение, часть какое, вот где вы были? У нас Ивака Госпиталь. Ивака Госпиталь 976. Ивака Госпиталь 976. А звание у вас лейтенант? Военвежим, а потом лейтенант. Вот вы видели Кубари там? Вот там Кубари. Вот там Кубари у меня. Такие же звания были. Кубари и вот это. Это значит офицерское звание. И лейтенант, да? А потом лейтенант. В 43-м году, когда всем присваивали звание уже офицерское, и мне присвоили. А расскажите вообще, вот как вы в первый день войны, как вы узнали о войне? О, девочки. Я была, я окончила техникум на факультете по онсанврач. И я поехала в командировку, вот, в Пензе. И в это время я там очень много достала недостатков там на какой-то пекарне. И вдруг прибегает девочка и говорит, война. А я, значит, собираюсь. Я знаю, что уже по первому зову я должны. Медиков берут. И я еду. Я уезжаю. Приезжаю. А госпиталь наш. И все мои сослуживцы, то есть студенты, уже не студенты, а это все уже в форме и все уже отправляются. Я бегу в военкомат. А в военкомате мне и говорят, подожди, не спеши. Через 10-15 дней тебя возьмем. И точно. Пришла повестка. И я, этот, товарник, товарный такой, как нас возили? В товарных вагонах. Товарный вагон. И там летчики ехали. А потом нам верхнюю полку оставили. И мы с этого Стамбова, Стамбова, с Пензы, человек пять, Валентий Феншеров, нас погрузили, поехали. Ехали мы долго. Ехали мы, наверное, месяца полтора. Потому что войска шли оттуда, с этого, за Байкалья. А мы ехали туда. Война. Танки шли, даже своим ходом шли. Ну, мы, конечно, через... Где-то нас мыли, где-то нас кормили. Всех там подряд. Там, что там есть? Ну, ладно. Мы никто не роптал. Приехали мы в Читу. Потом наш вагон отцепили. А в течение этого периода наш уже госпиталь формировался. И когда мы приехали в Читу, подождите, да-да-да, в Читу, когда мы приехали в Читу, то уже был Гусев, помню. Начальник госпиталя уже, он тогда комбрид был, такие вот, такие вот, вот такие квадратики у него. И он уже был, возглавлял. Мы приехали в казарму, жили в казарме, госпиталя еще не было. Три отделения, три помещения освободили. А Циретинск, это город, где моют золото, где мыли золото, такой, богатый город. Там освободили. Мы переехали туда, жили, как там жили, чего там жили, не знаю. Но через несколько времени, наверное, месяца, через полтора, нам присвоили звание. Мы приняли присягу, звание, кубарей нам навешали. И денежное содержание дали. И сказали, теперь вы не будете в казармах, а теперь вы офицеры, вы кушаете за свои деньги. Ну вот, и все. И мы начали, приступили, оборудовали госпиталь, и первых больных мы получили дистрофиков. Дистрофики с нашего военного, с нашего округа. Почему? Потому что все для фронта, все для победы. А они ели чечевичную похлебку, и мы тоже ели чечевичную похлебку, и суп с клетками. Вы же не знаете, такой жир, как называется, комбижир. И вот этим комбижиром заправляют, а мы еще по две порции. Ну, нам 18 лет было. Ну, и 18 лет, все шло, все пошло. Ну, и вот. А первые боли, они рыли окопы, у них очень тяжелая работа, и первых больных мы получили в госпитале дистрофиков. Страшные больные, тяжелые больные. Они у нас лежали в госпитале на полу. А этих кроватей уже не хватало. И когда они, им легче было, когда им хорошо, ну, как хорошо, относительно. Мы выписывали их. И 6 месяцев они не строевой. Но хоронили мы их каждый день. Очень много. хоронили, ночью хоронили, чтобы японцы не знали. Ну, японцы все знают. Они по радио кричали, знали. Наше командование приезжало туда. Как раз я была дежурная. Когда обнаружили, я захоронила, как я вот так держалась, по-честному вам скажу, пистолет, а я его и не умела как следует. А солдаты у нас были, цурики, монголы. Хорошие солдаты. Такие хорошие солдаты были. Они только «Товарищ воинфельдшер, давай, 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 говори, такое и как. Ну, держитесь». Они закопали, зарыли, заделали мы все, могилу сделали. Я приехала. Генерал Шевченко, командующий нашим. Потом начальный госпиталя. Влетает туда, я дежурная по части была, влетает. Как они матерились, как они, как, что им было, наверное, с Москвы что-то было. Сажает меня. Единственная машина, у М-ка черная, маленькая была, у Шевченко, у генерала Шевченко. Он у меня есть на фотокарточке даже. Вот. Мы приехали туда, а я обрадовалась. Могила-то не наша, она там Зарабская. Вот. Ну, они мне тогда, Маша, уже Машей зваться-то. Уже Машей. Так раньше мы терили, то Машей посадили там, как следует. Это я не для печати, я так рассказываю вам. Ну, и все. Вот так. Потом мы их покидали после этого. и в этих частях уже новые пополнения было, и в частях уже дистрофиков нет. И 42-й, 43-й год мы получаем тяжелых больных. А в это время ябошки волнуются, переживают там что-то, как же так. Ну, вот. И мимо Куинга, вот это Сретенск, то есть это Чита и Куинга, такой, где переходят на границы Монергейма, линии Монергейма, в этом, там, где начинаются бои. на нашей, на нашем участке бои не должны быть. Почему? через речку. если ябошки перейдут, мы их побьем, а мы туда не полезем. Так, они не шли туда. Наши, наше участок нет. И поэтому к нам прислали больных со Сталинграда. Без рук и ног. Тяжелейшие больные. в это время открывается госпиталь в Чите, не госпиталь, а протезный завод. И делает быстренько протезы. Протезы ужасные. Скрип, кошмар, и что там есть, не знаю. это открыли. Мы их лечили. Ампутировали. Кому, вот, кригеровские вагоны приходили, кому не сделали там операцию, их там мало сделали, мы делали. У нас там в этом столько ног, столько рук и все прочее. Ну, было тяжело. Конечно, мы ночами не выходили. Я в 42-м году ездила на курсы усовершенствования медицинского состава в город Иркутск. Поскольку мы готовимся встречать больных ампутированных по лечебной физкультуре. Это значит воспитание культей к протезу, чтобы их научить к протезу. А для того, чтобы культя была как следует, она должна быть такая, как можно встать на нее, потому что упирается. И оттуда я уже приехала начальником кабинета лечебной физкультуры. встала Но были хорошие дни. Были праздники у нас. Было все. Было хорошо. Особенно Сталинград. Я вспоминаю этот день как прям как будто не могу даже. со Сталинграда пришло письмо. Но знает, что это больные, тяжелые больные, ампутированные направляются к Ригеровским вагон к нам сюда. И пришло командование письмо, что одному я не помню фамилию уже присвоили награжден орденом Красного Знамени. А ему только сделали операцию. Командование это герорг приняло решение. У нас начальник госпитал герорг был. Он никак не мог. Только Гусев он только и занимался этим делом. Он и говорит так, когда наркоз падет, когда ему будет легче, мы весь состав войдем в эту и ему скажем приятным. Ну он плакал, и мы плакали. Я сейчас не могу помнить. И радовались, и плакали, и радость была. Это не только это. Это не единственный случай был. А еще было очень хорошее, тоже приятное, когда у нас, это я проводила, когда мы выписывали, и когда они уже одевали протезы, и когда мы сделали их вечер танцев. Там кто-то, кто-то из больных чего-то, у нас было пианино, разбитое, я не знаю какое, что-то там, но это не важно. Важна музыка, и важно он вышел. Он приглашал любого, и никто не смел отказаться. и вот, а потом чувствуется, что он уже не может. Он уходил, ну, когда хлопали ему, когда было все, но все равно они уезжали, протезы везли весь мешке, а ехали свои протезы делали, вы не видели такие. Вот палка, а потом вот какой-то это, ваты много, и с палочкой, и вот это вот на палке они ходили, такие протезы. Да, вы не видели, вы не знали, а мы-то ведь знаем. Мы их провожали на вокзал, их за некоторыми приезжали, но чаще всего даже в дом инвалидов отправляли. Ну, я, конечно, рассказываю то, что я как медик, а я никаких боевых действий не видела, ничего. А нас ведь мы выполняли свой долг. Вы знаете, у вас был такой долг, от вашего долга очень много зависело. Ну, нервы, конечно. Да, ничего страшного. Ну, ладно. Ну, потом кончилась война, всех это, я, значит, стала, у меня уже сын родился в 45-м году. Я муж, техник-лейтенант у меня был, 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 а сейчас полковник, а сейчас нет, а сейчас умер полковник. Вот он. Еще он майора ходил, а этот был курсантиком в Тбилисском высшем Тбилисском училище. Он в Тбилиси учился, а мы жили в Батуме, а потом на Хичеване, потом ездили, мотались по всему Белому свету. Это единственное вот это место, где мы вот получили квартиру, где мы все было, и где стали жить и работать. Ну, где я, он работал в обл. досаде, вот, а я пришла и работала, я до этого кончила партийную школу в Высшем Балачке. Я всю жизнь училась, наверное, в Высшем Балачке. А когда сюда приехала, то Сафонова была, ах, вы не знаете, там еще Коваль был, вы ничего не знаете. Коваль, это имени Коваля, больница, да? Чего? А, это не то? Да, я хочу, чтобы наш этот клуб имени Коваля начался, вот нам 15 лет, и я, ну ладно, потом. Ну и вот, и когда я туда приехала, я пришла в горком партии, вот, где сейчас мэрия наша, администрация города, и я пришла, мне говорят, да, ваши документы пришли, вот и все. Ну, где вы? Я говорю, ну, я не знаю, куда мне. Она говорит, а где вы работали? Ну, я показываю, что я работала инструктором по работе среди семей военнослужащих в дивизии Батуми и в дивизии Нахичуаня. Вот. Она говорит, ну что ж, вот требуется секретарь, как вы думаете? Ну, я пришла, посмотрела, ну, конечно, директору хотела женщину, мужчину, но потом меня взяли, взяли, и сразу же я и машинисткой была, и чем-то и начальником отдела кадров. Я там поработала, а потом выборы, меня выбрали секретарем, и я 20 лет работала в Тамбов, обл. Швейбет. Когда партию ликвидировали, я работала заведующей демонстрационным залом дома быта Русь. Вот. Там у меня были манекенщицы, художники, моделеры, Лолиту. Вот видели эту Лолиту? Да, да. Она была у меня манекенщицей. Очень красивая, очень хорошая. Первый муж у нее Саша был. Саша часто ей пригносил и кушать, и все на свете, он дрожал. И, ну, когда она выходила на подиум, как она шла, какая она худенькая была, какая она красивая была, всегда в конце подиума были цветы. То ли Саша клал, то ли еще кто-то, я не знаю, потому что я была заведующим демонстрационным залом, на мне было хлопот много. Вот. Вот и все, вот видели. После этого я до 74-го года работала там, а потом шла мимо, а мне, он был начальником, он был секретарем горкома партии, и это, я встретил и говорит, знаешь что, ты куда, Маша? Я говорю, да никуда, вот сейчас, без дела. он мне говорит, иди к нам. Он председатель городского совета ветеранов был. Я пришла к нему. Вот. Как фамилию-то я уже забыла, сейчас все забыла. Ну вот, пришла. И правда, я сразу стала в городском совете работать, ветеранов. А потом на конференции Коваль, о, до Коваля нашла. Коваль. Когда он уже был в мэре, он сказал, а в это время дом милосердия организовался на площади. Открыли дом милосердия. И он пустой. Фактически пустой. И он принял решение, чтобы ветераны организовали клуб ветеранов по интересам. И вот этот клуб я организовала. и он существует девочке пятнадцать лет. Этому клубу будет в мае пятнадцать. Я вас приглашу. Вы придете. Вот пятнадцать лет будет клубу. У нас секции. Секции, ой, у нас было много секций. Очень много. Двенадцать. Но у нас было помещение. А потом ветер отобрал это помещение и делает себе там резиденцию. Да? А мы нас перевели в базарное девяносто четыре напротив пенсионного фонда. Там советский район был детский сад. Нам маленькую комнату дали. Мы пришли туда. Но там чудесный зал ЛФК. У нас группа здоровья. Они проходят медицинский осмотр. Им измеряет. Специалист хороший. Там чудесный зал. Там и стенки. Там все. Все есть. И знаешь, что это работает? Это секция. Секция сад огород. Литературный. Свои мы издаем эти книжки. Они у нас много. Девять этих девять изданий. Вот последнее у нас было посвященное стихи, посвященной 65-летию. теперь это само шью. Мягкая игрушка теперь уже нет. Вяжем. Только вяжем. У нас свой детский на Лермонтовской 6 детский дом. И мы туда ходим. Мы вот связали 54 пары носочков подарили. Яблочков купили. Сложили и отвезли их. Они у меня это там фотокарточки и там все везли. Ну теперь хор, солисты, ансамбли. Теперь еще что-то я уже забыла. Какие у меня секции всякие там это. Сейчас 8 секций осталось столько. Да, у нас своя аптека лекарственных трав. Мы ездим в запте в этой и своим раздаем. Вот сейчас будем давать подарочки. Уже мешочки шили на юбилей сувениры. Ну мы туристы есть. Ходим мы часто ходим на экскурсии. Ездим в театр. Нас приглашают бесплатно. Вот. Ну вот я не знаю. Кажется у вас активно будет жизнь. 150 человек. Афигеть. Этых ветеранов. Вот всего. Так сейчас вы может быть не знаете сейчас вот это здание что напротив золи там было отделение комитет соцзащиты мэрия. Его перевели. Перевели к нам туда. Теперь Октябрьский район ветеранов и там день этот все организации перевели туда. И там теснотище. Зал забит. Столовая забита. лекционный зал забит. И Сахарова Елена Владимировна дай бог ей здоровье она нам эту маленькую комнатку правда сняли все все сняли дала больше. Сейчас скажу какая. Вот примерно вот такая. мы туда перетащили пианино у нас свое пианино есть. Мы пианино еще нам дали. Мы перетащили пианино стулья мебель свою и мы проводим. Вот сегодня была группа здоровья занималось 18 человек. На стульях что делать помещение мало там больше нигде нет. Хор был во вторник было 27 человек. Как они сидели один Аллах знает. Я а мне места нет. Я в коридоре и домой. Я больше нет. Я только тогда когда их нет и когда и домой. Все. А теперь вот будет в коридоре сидеть. Ну еще что. Ну к 15 летию мы собираемся подавать название на этого народного хора нашего ветеранского. Что у нас для этого есть? Шесть дипломов. Благодарственное письмо от министра культуры Российской Федерации. За что? проводился кинофестиваль. Наш хор там выступал. И он принес благодарственное письмо. Теперь из-за Великобритании что ли мы тоже получили благодарственное письмо. Так что у нас все есть. Тем с ветеранами в больницах в этом санаториях ездим и в этот в Сосновый Бор ездили и в своих санаториях ездили в школах выступаем. И вот последний раз мы выступали перед поздравляли ветеранов города Тамбова и Сахарова там была и все все были все поздравляли и мы выступали с концертом. Так что конечно и вот сейчас разговаривала я мы хотим писать чтобы нашему хору присвоили звание народного у нас все есть у нас все есть только одно не хватает у нас на полставки на полставки работает руководитель она высшее образование имеет она все музыкальное и на полставки преподаватель Рахманиновского института она тоже на полставки а это значит две тысячи что это нищие я позвонила я говорю как нам быть пишите так вот я иду к Шаниной кстати я Шаниной могу показать фотокарточку она молоденькая была она на четвертом ряду а я на втором ряду стояла вот тогда старая была а сейчас я молодая вот ну и теперь так как получится девчата или не получится я переживаю конечно мне хочется но вы мне оставите этот или позвоните или чаще я вас приглашу приглашу обязательно вы посмотрите наш хор наше все вот ну а дальше я не знаю чего можно я вам задам вопрос да а вот скажите вот про войну вот мы с вами разговаривали а как вы сейчас относитесь вот как вы считаете почему такие отношения между такими странами как Россия и Япония вот вы знаете то что они острова хотят отобрать у России слушайте вы мне не задам я японцев не люблю не люблю потому что вся война если бы вы знали что они сделали они мы голодные были а мы держались они сало кричат ну кто да и потом моя дурала моя дурала моя дурала нас кучка там этот участок охраняет кучка но мы держимся мы днем работаем ночью но я хочу сказать сами японцы наверное неплохой неплохие люди неплохие люди я вам сейчас расскажу один случай за что меня чуть не выгнали из партии у меня маленький ребеночек я его детские там ясельки были а там ясельках у нас пять человек и маленький он маленький еще он ясельках а я на работе уже работала секретарем политотдела неудобно да кресло я работал секретарем политотдела ну надо жить вот муж служил а я работала а он меня взял начальник политотдела Степанов полковник был ну вот и заболел ребенок а мне сказали знаешь что Маша пойди к японцам а рядом стоял лагерь военнопленных я пошла туда пришла проходной наши там стоят я и говорю ребята плачу а что мне было 23 года 23 года я плачу и говорю ребята вот сын у меня плохой умирает а здесь говорят хороший врач они говорят ты никому не говори я не нет выходит маленький чистенький беленький ухоженный полотенце белейшее белейшее полотенце и я не понимаю я тащу его привела его муж сразу ушел ну и вот он посмотрел сделал дал лекарства сейчас дай лекарства я еще подумал что отравят а тогда я дала и он ребеночек потом еще ко мне приходил а когда узнали то меня вызвали на парткомиссию а я уже была член партии ну и вот хотели исключить а потом влепили строгача люди понимают наверное но меня оставили в той же должности а потом вскоре начальник этого политотдела которого перевели и он нас взял с собой вышний в этот куда мы приехали вышний волочок да в начале вышний волочок а потом во владимир правильно да и изъездили весь свет ну и вот и вы знаете что потом сняли с меня потом все но было все но я хочу сказать сами японцы видно люди хорошие но правителям все мало им надо Курильские острова им надо все вот вы со мной говорите о Курильских островах а у меня внук капитан второго ранга в контрразведке и он он сейчас на верах где-то около Курил вот он вот там видимо он Курил капитан второго ранга и он там в контрразведке и вот он недавно только позвонил по какому-то спутникову значит он в море понятно так же как я могу относиться если моя кровиночка там вот вот и все японцы ну девчата что еще вам рассказать я и наплакалась и все же скажут не без этого не без этого нет нервы уже нет нервы и еще и много и слава богу что если клуб и что он меня держит и что ко мне очень хорошо относится я ничего не могу сказать где вы только ну вот ну считайте если 20 лет меня терпели если 20 лет меня избирали значит это о чем-то говорит а это о чем-то это о чем-то а если 15 лет я не получаю ничего и работает у меня руководитель секции не получает ничего а терпит меня значит вот и все ну а что вам еще обо мне там какие фотокарточки я вам показала что еще да ну в принципе вы и так рассказали нам уже очень а вот это мне не надо девки я хочу подстригаться и мне нужно краситься и подстригаться а у меня тут тут течет тут это то там замок нас перевели нам нужно замок делать нам это нужно общественное дело делать и я себя забросила а сейчас вот завтра подстригусь чуть-чуть подкручусь губы намажу и я что ты в чем-то еще будь а так вот пожалуйста ну вот смотрите если что-нибудь звоните мне я вас обязательно приходи ой сейчас у меня там такое что не понять а запишите наш номер да конечно я сейчас запишу где у меня мои мои где 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 о ты